Конец учебного года традиционно связан с призами, которые получают школьники за участие в соревнованиях и олимпиадах. В Управлении образованием Люберецкого округа прошла церемония награждения победителей конкурсов по теме противопожарной безопасности. Как творческий подход работает в привитии детям осторожного обращения с огнем, узнал наш корреспондент. Рисунки, поделки, исследовательские работы. На протяжении учебного года школьники выполняли творческие проекты по теме противопожарной безопасности. Участвовали в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. И в преддверии летних каникул прошло традиционное награждение победителей. Этот комплекс всех мероприятий позволил нам на сегодняшний день собрать детей, которые стали победителями, призерами. И, соответственно, отблагодарить их и поздравить, конечно, с такими замечательными результатами. Цель конкурсов – привитие детям основ противопожарной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях. Каждый ребенок по-своему рассказывает о важности соблюдения осторожности при обращении с огнем. Девятилетний Андрей Муравьев нарисовал героев русских народных сказок и занял первое место. Бабы и Гарриныч играли со спичками, и это плохо. Другой аспект профилактики пожаров – это воспитание в семье. Такой мотив использовала в своей работе Валерия Тропина. Я представила семью, сидящую у камина, рисовала достаточно долго и заняла второе место. Поле для творчества никто не ограничивал, поэтому пятиклассник Глеб Звянин взялся за сложную, но интересную тему для исследовательского проекта. Я предоставляла на научно-практическую конференцию работу, проект точнее, который назывался «Пожарно-четовчанной ситуации в космосе». Многие работы ребят сделаны на таком высоком уровне, что их отправили на областные конкурсы. Это мотивирует школьников участвовать в проектах из года в год. Они, в свою очередь, приобщают одноклассников к теме профилактики пожаров.